Аня, еще раз встретились, еще раз 3 июня. Ты рядом с Назым, и перед вами Вера, мама твоя. И много-много поклонников Назыма, и турок, и русских. Какое у тебя ощущение? Я вот вдруг подумала, что через два года мне будет столько же лет, сколько было маме, когда она последний раз стояла на этом месте 3-го числа. Идет жизнь, меняются поколения, и мне очень радостно, что сегодня так много молодых. Может, ты еще раз отвечала на этот вопрос, но все же, как ты помнишь Назыма, как говорят Назыма, какие у тебя воспоминания? У меня воспоминания очень добрые и приятные, потому что он был красивый, потому что он был добрый, потому что он меня баловал, он крал для меня конфеты в самолете, он покупал мне красивые вещи, он хотел, чтобы я называла его папой, и для меня это был такой человек-праздник, и такое счастье в сущности, поэтому я вспоминаю его очень хорошо. Вот очень много лет уже прошло, и каждый 3-й июня своеобразный такой праздник, не похороны какие-то черным цветом, а вот турки собираются, русские собираются. У тебя как близкого человека, близкого к маме, к Назыму, какое ощущение? Ты по-другому, может, видишь вот эти мероприятия? Ну, конечно, я все это вижу по-другому, потому что каждое 3-е число для мамы был страшный черный день, она просыпалась как раз тем ранним утром, в то время, когда она нашла тело хикметов в прихожей, и для нее это был день мучительный, болезненный, и, соответственно, всю жизнь, сколько я себя помню, я оболела ее болью. Острота боли, конечно, уходит с годами. У мамы она не уходила, у меня она ушла, и на самом деле для меня этот день благодарности хикмету, маме и туркам, которые их не забывают. И еще один такой очень важный момент, дом Назыма, это ваш дом. Ну, это как музей, это как, ну, сказка вообще, где Назым жил. У нас не было, мы не богатые люди, у нас не было возможности купить себе другую квартиру и превратить этот дом в музей без чьей-либо помощи. Никакой помощи мы не дождались. Это место, где мы живем, и как раз сейчас я думаю о том, что дальше будет с этими вещами, что дальше будет с наследием хикметов, потому что мне тоже уже много лет, а заставлять своих детей жить другой жизнью, жить тоже в музейных стенах я не хочу и не могу, хотя они тоже очень любят хикмету, хотя они тоже сохраняют память о доме, и хотя им это тоже дорого. Но мы сейчас думаем об этом. Мне, конечно, хотелось бы, если не получается сделать это в Москве, сделать музей в Турции, и я бы отдала вещи хикмета в Турцию для того, чтобы там состоялся музей. И мне кажется, что это было бы правильно. Мне кажется, что они должны вместе остаться здесь, а вот все, что, все его наследие, оно, наверное, нужнее в Турции, чем в Москве. А для турков пусть останется место паломничества и памяти, вот как это было сегодня, это очень важно. Спасибо тебе большое за все. Спасибо тебе. Спасибо тебе.